друзья всех приветствую наконец-то появилось больше времени чтобы что-то поснимать что-то рассказать показать прошлом ролике рассказывал удачах неудачах так и сложилось на на стадии монтажа я понял что слишком много такой скажем так личной информации много дал цифр собственно немножко под раскрыл коммерческую тайну и на стадии монтажа в общем много чего вырезал и там правильно человек заметил что показал все свои промахи да но ни одного плюса ни одного успеха не показал но вот ребят настало время наверное рассказать подробнее становиться на успехах в этом сезоне конечно постараюсь так в общих чертах без без таких без точных цифр тоже ребятушки я считаю успехом успехом я считаю все таки все таки было и остается голубика во первых работать с ней приятно к чему я вел в том ролике предыдущем то что есть все таки культуры с которыми мне работать не очень приятно я их не понимаю от этого они мне меньше нравятся больше меня все это бесит какие-то проблемы у нас голубикой все ясно есть опыт рука набита и даже если какая-то проблема появляется это не ну не катастрофа даже какой-то спортивный интерес появляется в решении какой-то новой новой неизведанной задачи так далеко ушли сразу хотел показать разница ребятушки в то в том что растет на улице вот такие вот одна леточки посажены смотрите тут ну тут даже ничего не растет уже покраснение такие есть краснение покраснение вот тут чуть-чуть почечка ожила дала там пять миллиметров прироста тут что такое вот пошло расти чуть-чуть да вот именно что чуть-чуть тут опять же ничего вроде как не растет вот а сейчас ребят покажу те же самые тот же самый сорт те же самые однолетки в теплице как себя чувствую смотрите светло-зеленые приросты новые размер листьев то есть у них рост намного намного мощнее он лист какой чем на улице на улице уже у нас по ночам плюс 10 дожди периодически здесь поливается раз в неделю из шланга все себя прекрасно чувствуют это ребят конечно не такой сильный показатель что сюда в теплицу стали контейнеры когда уже отъехали арбузы то есть это август и где-то половина сентября уже прошло глуби к в контейнерах у меня уже конечно не первый год уже три года я пробую решаюсь на этот шаг выращивание в контейнер были конечно вопросы как перезимует а как она растет и вот чтобы всякие влажные фантазии сразу отмести всякие легенды слухи он решил сам проверить как она растет как зимует как дает урожай и ребятушки как вы могли видеть в прошлом ролике мы досадили 300 кустов исключительно в контейнеры потому что эта тема мне очень очень понравилась то есть это можно сказать контейнерное выращивание это успех тут они уже конечно краснеют тут ребятки уже туманы у нас плюс 10 температура особенно когда дожди льют уже холодновато уже готовятся это самый ранний сорт он уже готовится к зиме ну я тут тоже шишки набил скажу так что тоже не все гладко с этими контейнерами но почему они мне нравятся больше потому что за ними нужен меньше уход самое главное и не скажу что меньше вложения конечно но ухода намного меньше за ними значит и самый главный плюс по моему это они скажем так не то чтобы раньше дают урожай но обильнее первое у них урожай если на кустах в земле дают первого урожая первая года там по 100 грамм то здесь стабильно 300 конечно это не показатель там многие напишут да у меня там в первый год килограмма у меня 23 но ребят что вырастет что получилось этого рассказываю вот на некоторых кустах кстати дадут краснение пожелтение это вот опытная у меня опытный ряд такой использовал всякие всякие препараты интересные вот хотя на остальном поле никакой химии не используем но и благодаря собственно этому успеху в контейнером выращивание вся уже мало-мальски за три года то пора бы уже до набить руку понять что с ними как как их кормить как их поливать и собственно благодаря этому я и принял решение в дальнейшем развитии всего хозяйства теперь друзья мои по ягоды я вскользь как-то там в прошлом видео сказал что мы довольны остались но чуть-чуть не дотянули до ожидаемого ребятки чуть-чуть это мы не до считались то есть вы когда весной допустим пересчитываете ягодные почки вы уже примерно знаете какое количество у вас заложили кусты ну и примерное количество вы и ожидаете выхлопа и ребятушки мы не дочитать 20 процентов но эти 20 процентов это что это возвратные заморозки ребятушки никуда у нас не делись они сильно потрепали реку так прилично потрепали дюка и ну можно сказать так что эти 20 процентов это вот именно то что возвратные заморозки побили то есть в принципе мы ну что ожидали то и получили еще ребят я считаю но таким успех не успех полууспех можно сказать это вот этот новый ну как уже уже нам не новый сорт это эврика мы тут культивируем три года уже пытаемся как-то с ним работать сорт интересный новый необычный очень в корне можно сказать отличается от наших привычных сортов даже как река дюк там и и блюкроп ни на кого не похож такой своеобразный даже невзирая на то что мы не получили ягоду нужного размера но меня приятно удивила его нагрузка то есть даже вот то есть если реку перегрузить у нее будет очень мелко очень кисло ягода которые вообще ну даже сахаром и я не съешь то есть это просто мусор и и выкинуть нужно будет тогда то это ягода даже с перегрузом она не уступает в размерах блюкропу и ну довольно сладкая да мы не добились конечно искомого но на эти завышенные ожидания никогда не доводили до хорошего дает ягоду хорошо теперь ребятушки все-таки остановимся но цифры не цифры да но я так скажу в общих чертах потому что куча людей лезут в карман а сколько ты заработал сколько потратил сколько заработал всем же интересно чтоб ребятушки не останавливаться на цифрах потому что ну есть же на какие-то контролирующие органы которые значит должны копать искать и там выдирать зубами так вот чтобы их скажем так не разбаловать да не будем говорить цифры пускай ищут и копают дальше а я расскажу в общих чертах что даже не все невзирая на все косяки на то что кусты не такие как должны быть что они должны там давать в 2-3 раза там больше даже с условия всех ошибок которые здесь допущены допущено все что только может быть даже при этих условиях ягоды столько что ну мы уже скажем так я уже даже перестал ее возить в минск в минск вожу только вот каким-то партнером да так там человек захотел там 10 килограмм я в минск еду привез как знаете как презент за будущую скидку вот да то есть настолько скажем так настолько увеличилось количество ягоды что ну собственно я уже продаю ее оптом то есть даже в минске я возил раньше если если я раньше возил людям то есть обзванивал собирал там какой-то пол людей там и 10 килограмм я чуть ли не 10 там человеком вес в минск то значит это уже но и так образно то сейчас уже конечно есть оптовые цены и оптовые оптовые закупки такие оптовые что даже еле-еле на эти еле-еле успевали собирать было очень много заказов заказы растут количество заказов растет потребление ребятушки растет это меня вот очень 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 удивляет что даже все те же плачутся в деревне до денег нету да кому это ягода там типа нужно будет а у меня тут в деревне на не только в моей деревне да то есть еще с круги приезжали ко мне но скажем так треть всей собранной ягоды как говорится не подымая задницы из дивана продалась тут вот остальные конечно уже но приезжали такие оптовики кстати даже из минска люди приезжали за 100 километров чтобы эту ягоду купить мы пройдемся ребят чуть-чуть покажу вам насколько хорошо растут кусты контейнерах как бы вам ребят так показать то даже если рулетку принесешь так не будет видно так может для сравнения этот кустик двухлетний насколько он выглядит красиво и вот та вот первые первые ряды которые в глине сидят насколько они бедные два года пять лет пять лет поэтому ребят я считаю успех только в голубики остальное найти как просто скучно и хочется что-то новое попробовать ну и рассказать результат конечно первым блинкомом новое как-то сразу ни у кого не получается но зато получается здесь мне это радует я это буду продолжать самый главный ребятушки успех то что занимаясь голубикой даже по вашим меркам поверка большинства дивана специалистов это вот очень плохая плантация даже с очень плохой плантацией не мне не моей жене не приходится ходить на работу вот наша работа